Народ, всем привет! сегодня будет немножко грустное видео о том, как АП-сервис обкакался обкакался он на данном автомобиле это Chevrolet Aveo принадлежит он Ирине Герасимовне женщине, которая смотрит наш канал и которая решила доверить нам обслуживанию своего коня за что в итоге и поплатилась в общем, давайте все по порядку вообще, на самом деле, меня здесь сейчас не должно было бы быть я вчера ночью должен был выехать домой и на тот момент, когда это видео выйдет я думаю, что я уже съезжу домой, вернусь обратно но, как только мне позвонили и сообщили об этой ситуации первое, что я сделал, это отменил поездку и решил сразу встретиться лично с Ириной Герасимовной и узнать, как же так произошло Ирина Герасимовна очень любит свои автомобили поэтому следит за его состоянием очень внимательно не обращайте внимания на вот эти коцки это ладно, по кузовщине это одно технически машина действительно в хорошем состоянии и она ее поддерживает в таком состоянии поэтому, когда вопрос стал об обслуживании применять масло сделать что-то еще с автомобилем вообще сделать диагностику ходовой она обратилась к нам в сервис наши ребята машину посмотрели увидели, что чуть-чуть запотевает шланг Гура ну и плюс надо машине провести ТО ей сказали, она сказала ребят, не думаем, сразу меняем этот подход даже прям радует очень то есть она такая, ребят, мне не нужно каких-то полумер ну, естественно, не проблема мы все это заказали, поменяли и того по машине было сделано обычное ТО, комплексное то есть там масло, фильтра и так далее плюс замена шланга Гура Ирин Герасимовна забрала машину и поехала себе спокойно домой живет она где-то на ВДНХ сервис, как вы знаете, у нас находится на Волгоградке поэтому ехать довольно длительное расстояние но не успела она далеко уехать от сервиса буквально несколько километров доехала до МКАДа и у нее начинает течь масло это замечает сосед по ряду и начинает ее останавливать говорит, женщина, у вас там что-то течет Ирина Герасимовна на панике сразу останавливается он ей говорит, вот остановитесь я сейчас посмотрю, что к чему она останавливается он смотрит понимает, в чем там неисправность там же на месте устраняет буквально за какую-то небольшую символическую сумму вот, и, соответственно, мотор работает все нормально Ирина Герасимовна звонит нам в сервис говорит, ребят, что за ситуация почему вы так плохо отнеслись к моему автомобилю почему вы накосячили я чуть моторы за вас не положил вот, на что ее приглашают в сервис она приезжает, мы начинаем смотреть и тут возникает один очень интересный нюанс какой же нюанс? ребят, это все развод если кто-то еще не понял возможно, кто-то из вас с ним сталкивался наши клиенты сталкивались с ним буквально пару раз я давно уже хотел снять подобное видео сейчас я вам расскажу, что это за развод и в чем он заключается это нормально в Москве когда какие-то говноеды уроды кидают друг друга вот ладно, друг друга но они кидают нормальных людей вот, например Ирина Герасимовна никому ничего плохого не сделала нормальный участник движения аккуратно ездит следит за своим автомобилем но какие-то уроды решают, что они умнее и что они могут себе позволить кинуть эту женщину на 6 тысяч рублей именно столько запросил говноед который так скажем ей помог Ирина Герасимовна расскажите, пожалуйста, как все было ну, я с автосервиса выехала и поехала домой по МКАТу еду по МКАТу ко мне подстраивается молодой человек ну, с правой стороны и машет мне стойте, у вас что-то случилось я опустила стекло и говорю что случилось он говорит у вас дымится посмотрел в окно вроде не дымится но все бывает потому что машина у нее на автомобиле есть яркие опознавательные знаки чтобы вы понимали здесь ранее она их вчера содрала вот обратите внимание здесь лет и здесь лет здесь было две наклейки на одной был восклицательный знак а на другой был значок ребенка автомобиля это как раз тряпка для мошенников они сразу видят что водитель неопытный что человек которого можно развести и они начинают действовать соответственно происходит все как едет себе человек никого не трогает тут бац ему в соседней машине кричат слушай у тебя там что-то дымится, горит в машине жопа полная срочно тормози обычно этот мошенник начинает сразу давить на то, чтобы жертва ни в коем случае не опомнилась то есть он начинает выверните руль у вас там что-то дымится туда-сюда человек естественно жертва он на измене потому что что, как я же не понимаю что происходит и он начинает подчиняться и важно, как вы знаете это как она НЛП техника или прочее короче надо вовлечь жертву в какой-то диалог и поэтому задаются разного рода глупые вопросы типа у вас машина заведена а вот это а вот то а вот то, чтобы человек отвечал да, да, нет, нет чтобы у него не было ни секунды на возможность подумать потому что минимальное скептическое отношение к данной ситуации и вы уже соскочите так скажем и человек мошенник не получит своих денег я остановилась он опускает стекло говорю что случилось-то он говорит у вас масло течет я говорю боже мой как это так у меня масло течет он говорит поверните руль влево вас останавливает человек говорит выверните колесо почти всегда происходит это именно так для чего для того, чтобы он мог плеснуть масло у этого человека с собой какой-нибудь шприц или что-то из чего он обязательно плеснет масло и желательно попасть на выпускной коллектор чтобы оно задымилось и чтобы появился запах гари тогда вы будете убеждены на сто процентов что у вас действительно что-то течет вы не задумайтесь почему вы этого не чувствовали до момента, пока он к вам не подошел но тем не менее вы будете чувствовать да, что-то горит сразу начнется режим паники и ему гораздо проще будет вас обмануть соответственно он просит вас вывернуть колесо потому что, как вы понимаете отсюда брызнуть масло я никак не могу на коллектор здесь все закрыто а когда вы верните колесо у вас в автомобиле появляется отличное расстояние для того, чтобы туда можно было плеснуть масло особенно если у вас какой-нибудь немецкий ну, вообще в многих автомобилях надо понимать еще разный форм-фактор расположения мотора если у вас продольное расположение мотора то это идеально вообще, потому что у вас выпускной коллектор скорее всего стоит прямо вот здесь и на него можно легко масло плеснуть вот и точно так же рукой можно подлезть и плеснуть туда масло но в данной ситуации это кореец я не думаю, что сами по себе эти мошенники особо суперспецы какие-то в автомобилях скорее всего нет, но в данном автомобиле попасть на коллектор он не смог почему? потому что как и на японцах, так и на корейцах коллектор выпускной находится с этой стороны и сюда из-под крыла никак не попасть и масло никак не брызгают, но в данной ситуации жертва, то есть Ирина Герасимовна, она в автомобилях-то, как бы мягко сказать, вообще не разбирается поэтому ей не обязательно было даже попадать на коллектор и чтобы появлялся запах гари достаточно было попросить ее вывернуть руль, плеснуть масло и сказать, посмотрите, у вас вот здесь вот масло течет я вышла, посмотрела, правда течет масло, везде масло думаю, ёкар на бабай, как это так масло, он говорит отъедьте, я отъехала, и тут масло пятно прямо на земле но на земле думаю, да ёкарный бабай кто знает, человек доверяем все-таки люди, бывают люди хорошие же они всегда встречаются ну явно помочь человек хочет вам помочь, да прямо вот помочь мне хочет а у вас еще, к тому же, вы же меняли масло да, и тут масло и думаю, господи одно на другое наложилось и вы думаете, ну сто процентов как бы помочь а я говорю, да я на сервисы езду а он говорит ну там такие мастера, говорит в общем, все понятно, какие мастера работают в сервисе да, да, да но выразили дело все складывается в голове Ирины Герасимовны все складывается, да меняло масло течет масло под машиной масло везде масло сто процентов человек меня не обманывает человек хочет просто помочь посадил меня говорит, садитесь вы, говорит, газуйте а я посмотрю, что там угу я стал газовать он мне я, говорит, вам махать буду вы газуйте, мол ну я газую правда так значит, это так классно газуйте пойду погазую для того, чтобы человек, который за рулем жертва не мог опомнить то есть его надо вовлечь в какое-то действие чтобы он думал об этом действии и не думал обо всей ситуации в целом потом он, значит, говорит у вас тут это сначала я думал ну, какую-то сказал деталь я не понимаю это в этом он говорит у вас, я думал, что она неисправна но она исправна у вас у вас просто все расхлябано прям так сказал все расхлябано все расхлябано все это так и говорит давайте я сейчас подтяну вам мошеннику главное чтобы вы с ним соглашались поэтому он говорит любой бред но с таким видом как будто это очевидно и это абсолютно истинно то есть он говорит но вы же не сможете ехать в таком состоянии да? и вы такой ну да как бы заставляет принуждает поверить в то что вы действительно не сможете ехать с такой неисправностью какой неисправностью? да никакой ооо я думал у вас тут совсем все сломано а нет, оказывается исправно просто не закручено я вам сейчас все могу починить здесь вот на что Ирин Герасимов говорит слушайте, я только что из сервиса я могу сейчас вызвать эвакуатор и отвезти машину обратно в сервис он говорит ой, ну что вы, вы сейчас будете ждать эвакуатор за сам эвакуатор заплатите плюс устранение этой неисправности еще с вас в сервисе денег возьмут я могу сделать это здесь дешевле и быстрее 6 тысяч рублей я все устраню ну естественно надо понимать что это хитрая штука и цыгане ее используют тоже то есть вам сначала делается какое-то добро и человек автоматически в ваших глазах как бы приобретает какую-то значимость вы начинаете, ну как бы человек же вам вас он остановил, он вам хочет помочь видите масло, все, он тратит свое время ради вас и вы автоматически начинаете ему доверять и не просто доверять, а вы считаете себя немножко должным вот как раз делают цыгане подходят, дарят там какой-то цветочек или что-то еще а после этого он вам уже что-то подарил и вы уже как бы ему должны после этого соответственно могут например, просить милостную или предлагать вам погадать на руке или что-то еще то есть автоматически делать человека обязанным себе из данной ситуации нечто подобное он говорит вы принес мне этот как ее свой инструмент инструмент ну я там сижу опять идите газуйте я газую ну и вот и он говорит у вас просто было все расхлебано я подтянул я говорю интересно насколько это мне будет встанет он говорит ну если так вы больше потеряете вам нужно эвакуатор вы не можете с маслом течет у вас масло выехать не можете не могу если у вас какая-то неисправность она опять еще вылез в копеечку и вы отдали ему просто шесть тысяч рублей ну отдала конечно угу и вы не задались вопросом а за что шесть то в принципе он же там ковырялся пять минут всего мне было лишь бы машина было все хорошо поэтому она говорит да конечно шесть тысяч рублей я у меня есть с собой я готова вам заплатить устраните мне пожалуйста неисправность вот соответственно он ее устраняет якобы и после этого берет соответственно с жертвы деньги и сваливает и все вот весь развод вы можете обращаться в полицию вы можете делать все что угодно нет никаких доказательств и улик что во-первых это сделал он во-вторых что это действительно чего-то здесь нет то есть вы даже объяснить не сможете вы ведь в тачках то не понимаете вы скажете он где-то что-то там крутил и и как бы я более того скажу часть людей даже не понимает что их развели понимаете здесь еще надо понимать у Ирины Герасимовны была ситуация в том что она здесь машину обслуживала и в этот же день все это произошло в день когда она ее забрала а если бы она ездила на машине и у нее не было бы недавно то она бы даже не знала что ее развели она могла бы просто окей все мне повезло что я встретил такого хорошего человека и как бы ездить себе и не париться дальше бывает такое что в таких ситуациях участвует еще и автосервис когда машину отвозят в автосервис якобы ну то есть человек говорит ой у вас тут все плохо я тут знаю недалеко сервис давайте до них доедем посмотрим и жертва едет еще с ним в сервис а в сервисе его разводят на большие деньги мы сталкивались с этим в двух словах была ситуация когда у нас тоже клиент обратился подбору подобрали машину также на МКАДе тормознули вот сказали поехали доедем до сервиса там посмотрим туда-сюда и вся проблема в том что человек был не местный не московский и он не мог понять не знал не мог объяснить где это происходило в какой сервис он ехал и плюс сам он уехал от Москвы за 400 уже километров на момент когда мы с ним по телефону разговаривали когда он мне эту историю рассказывал понятное дело что доказать в принципе ничего невозможно ничего не докажешь деньги были отданы самостоятельно масло есть нет что как какие неисправности все это недоказуемо и под мошенничество сложно это как-то подвести то есть даже если вы обратитесь в полицию вряд ли полиция вам чем-то поможет самое хреновое знаете самое хреновое в этой ситуации что то что люди делают зло основываясь на якобы добром поступке вот раньше в советское время было принято что если например человек стоит в советское время я такой говорю как будто я жил в советское время но окей в начале девяностых те времена когда я помню когда мы с батей ездили было принято что если кто-то сломался на дороге то другой водитель обязательно из чувства солидарности остановится и поможет этому человеку а со временем из-за огромного количества мошенничества убийств кстати бывает ночью там тормозят человека на трассе убивают его там и машину у него воруют еще что-то из-за участившихся случаев мошенничества люди уже не доверяют этому это большая проблема и эти говноеды мошенники пользуются людской добротой отзывчивостью в своих корыстных целях грубо говоря эти уроды меняют людей из добродушных желающих помочь друг другу в тех кто друг друга опасается то есть например едет человек видит что кто-то сломан если раньше он бы например остановился и постарался бы этому человеку помочь то после вот таких вот подобных ситуаций и знаний об этих ситуациях он уже скажет ну нафиг я лучше лишний раз вообще останавливаться нигде не буду мало ли что там убьют зарежут обманут кинут и так далее и так далее после того как все это произошло да вы позвонили нам на приемку попали на Алексея да 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 и начали на Алексея наезжать какого хрена Алексей что за ситуация ну как же я а как же я говорю какого черта я говорю это как ее масло поменял у меня масло течет все было в работе этих мошенников хорошо и правильно сделали они свою работу действительно ну замечательно нигде не оплошали то есть женщина Ирина Герасимовна до последнего не понимала что это развод причем когда она сюда даже приехала и показала машину она была уверена в том что это не развод и только после того как мы ей предоставили факты она поняла что ее действительно обманули то есть вы понимаете насколько психологически на нее правильно давили насколько правильные были действия и все это происходило в короткий промежуток времени она не успела опомниться и по итогу у нее осталась только память об этой ситуации и мошенники остались бы в данной ситуации как всегда незамеченными если бы не всего лишь одно но есть видеорегистратор и этот видеорегистратор замечательным образом записал все что происходило в отличном качестве поэтому сейчас я вам покажу того самого мошенника который все это сделал и мы с вами проведем небольшой следственный эксперимент что спереди камеры поставь ДПС смотри 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 здравствуйте у вас снизу дым идет дым идет дым идет но вы когда обороты даете дым выходит сейчас она у вас заведена да вы верните влево до упора руль нет влево до упора до упора до упора до упора все на нейтральной стоите да все сильно прогазует сейчас то радио ну Продолжение следует... 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 масло из масляной системы двигателя еще раз, вдумайтесь в ситуацию он просит ее погазовать и в этот момент что-то затягивать для чего это нужно? для того, чтобы она здесь не стояла и не смотрела, ведь понимаете в чем дело? если, допустим, я мошенник я говорю, Ирина Герасимовна сейчас я вам закручу а сам стою и вот так вот делаю она естественно не тупая не слепая, она скажет, друг, а ты же вообще ничего не закручиваешь и где здесь вообще что течет и так далее а для того, чтобы она здесь не стояла и не смотрела я ей говорю, идите газуйте он, соответственно, крутит в какой-то момент что-то меняет там головку по-моему, он еще больше диаметром какую-то космически страшную головку берет соответственно, он здесь покрутил потом так отходит что-то здесь смотрит такой опять сюда опять вот так вот, что он здесь смотрит? скажите мне, что он здесь видит? вот ни один из этих вопросов не пришел ей в голову до момента, пока она не отдала деньги и не позвонила в сервис и только после того, как мы ей объяснили прям показали на пальцах и все это разложили только тогда она поняла, что ее кинули но, большой плюс она очень позитивный человек и она отнеслась к этому вполне нормально он сказал, хорошо, это будет мой очередной жизненный опыт не стала ныть, выть как же хреново мне живется, нет, молодец она уже вполне взрослый опытный человек и она сказала, хорошо, буду в следующий раз умнее нам всем нужно быть умнее и если вы вдруг не знали про этот развод расскажите о нем друзьям просто расскажите, что если вас кто-то где-то тормозит посреди дороги и предлагает вам срочно что-то там что-то где-то устранить и давит на вас морально не торопитесь, просто на секунду отстранитесь и скептически посмотрите спросите у него, а что было? а покажи мне пожалуйста, а что ты закрутил? а как? и так далее, и так далее прежде чем отдавать ему деньги вот банально, один вопрос и он сразу он обосрется, что? что-то здесь затянул, что течет, что где куда попадает самое хреновое, что если после этого видео кто-то сделает вывод и перестанет отказываться от помощи на дорогах ведь действительно могла произойти ситуация, когда у нее что-то текло и кто-то ей реально мог помочь, вот в этом и большая проблема, что мошенники действуют на, от лица доброжелателя причем он несколько раз напирал на то, что запах, запах гари у вас что-то дымится, но она не чувствовала этого запаха, потому что еще раз потому что выхлопу этой машины впереди а не сзади, и потому что этот сам сам этот говномошенник обосрался, он не, он когда плеснул масло, он не попал на глушитель поэтому запаха не было, но в данной ситуации этого хватило, однако если бы человек был более скептически настроен, то с ним бы это не проканало, да можно сгореть на машине действительно, машина может сгореть да, действительно бывает, масло может попасть на выхлоп, загореться. Бывает бензин может капнуть загореться, и так далее, и так далее поэтому я не могу сказать вам не слушайте никого и как бы если вам кто-то чешет шлите его нахрен, нет, потому что если так сказать, то действительно может возникнуть ситуация когда кому-то, кто-то захочет помочь а человек, посмотрев видео скажет «ничом не надо», и сгорит нахрен вот что бы этого не было ещё раз, просто нужен скептицизм Нужно чуть-чуть более скептично относиться к ситуации, чем того требуют обстоятельства вот и все но отдельной темой заслуживает сама вот эта ситуация со стороны мошенника это насколько надо быть гнилым насквозь и циничным человеком запомните лицо, пожалуйста, этого человека если вы вдруг где-то его увидите сообщите мне, напишите в личку в ВК мне просто интересно я хочу поговорить с этим человеком я хочу узнать, что он по этому поводу думает каково ему быть таким слава богу, у Ирины Герасимовны нет проблем вообще с этой ситуацией то есть она как бы у нее есть возможность эти деньги отдать да, она в чем-то себя ущемила, подужала но без куска хлеба она не останется то есть это не были последними деньги но ведь мошенник, когда обманывает человека он не знает, в каком финансовом положении тот находится и поэтому он может забрать у него последнее а человек, для кого эта машина является имуществом ну то есть собственностью и когда тут есть риск пожара он будет готов отдать какие-то символические 5-6-10 тысяч рублей лишь бы не сгореть я думаю, что на этом фоне многие могут стать умнее те, кто посмотрит это видео да и плюс сама Ирина Герасимовна относится к этому вполне с позитивом она говорит, я буду умнее поэтому давайте не будем заканчивать это все на негативной ноте и плюс все-таки так как сервис наш в этом пусть и косвенно, но участвовал ведь она из нашего сервиса ехала в тот момент, когда попала на этот развод мы предоставим ей бесплатное ТО я думаю, это будет справедливо как раз примерно эту сумму она сможет сэкономить, обратившись к нам снова не будем на негативе все хорошо все живы-здоровы 6 тысяч рублей чтобы встали поперек горла тем людям которые их забрали горите в аду на этом все как-то так всем пока приехали мы сюда вон обратите внимание этот самый мост и самое интересное что мы обнаружили здесь не один масляный след а даже несколько один здесь в начале вот погода самый раз чтобы искать масляные следы но да хоть и дождь хоть и что но все равно видно короче все подтверждается как она и рассказывала как у нас в принципе все и есть следы масляные есть эти говноеды работают где-то здесь кстати по видео видно что этот чел ездит на серебристом солярисе о! вон еще масляный след да здесь этих масляных следов вот смотри вот еще два короче здесь работает банда говноедов-мошенников ловить здесь нечего погода конечно немножко подставила я думал что мы успеем посуху все посмотреть но нет но масло водой не смыть поэтому все следы присутствуют жаль 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 да актуальная тема бордюры как вы знаете возможно не знаете те кто не живет в Москве у нас вдруг срочно в городе резко захотелось всем поменять бордюры бордюры мешают людям домкадом дороги нет а здесь видишь бордюры меняют миллиарды блин бабла вкладывают ладно сегодня мы говорим про других обманщиков вот короче смысл в чем вы сейчас здесь внезапно оказались и записываем мы это видео буквально за день до выхода этого ролика смысл в том что мне скинули тут на днях еще одно видео очень интересное оказывается некий дедок извините если просто по голосу дедок поэтому я буду называть его дедок вот может быть он увидит это видео и обидится извините пожалуйста в общем некий дедок попал в такую же ситуацию и у него в видео видно номер но судя по тому по тем у него качество регистратора плохое не видно лица особо качественно этого человека но я посмотрел по моему не похож на нашего этого обманщика вот но тем не менее знаете что тема процветает и грубо говоря как только я обратил внимание на эту штуку да как только мы сняли видео я начал с разных сторон получать еще 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 информацию Саня мне например скинул ему ну то есть Саня руководитель нашего сервиса ему написали его давние знакомые о том что его их клиентку также развели там только там было со спецэффектами там было с огнетушителем и так далее короче ребят эта тема похоже очень актуальна поэтому будьте внимательны и лучше предупредите знакомых которые с автомобилями на вы чтобы их не развели в такой ситуации особенно если кто-то вас где-то когда-то на трассе тормозит то прежде чем о чем-то там слушать его посмотрите реально посмотрите на свой автомобиль если вам говорят что у вас что-то горит дымится и так далее вы должны видеть следы если вы их не видите значит стопудняк это какой-то обман не давайте никому подходить к своей машине с огнетушителем если вы не видите реально причины возгорания точнее не причины а от самого возгорания в общем будьте внимательны аккуратны и осторожны вот наверное здесь надо сказать да то что на этом все так всем пока в общем на этом все как-то так всем пока будьте внимательны